Весь больной на костылях в тонкой куртке. Таким в феврале этого года 57-летний Константин Иваська попал в центр забота. За окном в тот день было 27 градусов мороза, вспоминают сотрудники учреждения. Мужчину сразу направили в отделение социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. В свое время Константин закончил ленинградский техникум железнодорожного транспорта. Отслужил в армии, работал, занимался спортом. Был женат и воспитывал дочь. Не вдаваясь в подробности мужчина признает – всего лишился по своей вине. И вот пока нахожусь здесь, поскольку у меня ампутированные конечности, я жду перевода в дом инвалидов. Но, наверное, я бы не хотел, потому что если нормальному человеку говорить, что он дурак, он рано или поздно станет дураком. Я не хочу быть инвалидом, я хочу адаптироваться к жизни. Сейчас мужчина мечтает найти работу, хочет быть полезным обществу. За 20 лет таких историй в центре накопилось немало. Люди оказываются на улице, порой сами того не желая. Бывают и случаи, когда специалисты просто не в силах помочь. Человека тянет к так называемой свободной жизни. Этих людей просто невозможно уговорить поехать в центр. Даже если это и удается, то через несколько дней они опять уходят на улицу. Самое сложное в работе, по словам заведующего отделения, это помочь человеку поверить в себя. Потому что если он не поверит, хоть ты вокруг золотом все выложи, он не захочет ничего менять, если он не верит в себя, в свои силы. Был такой принцип замечательный в системе Монте-Сори. Помоги мне сделать это сам. Вот он мне до сих пор нравится. Отделение рассчитано на проживание 43-х человек. Сейчас свободных мест здесь нет. Впереди зима. Говорят сотрудники, в это время спрос на услуги в центре увеличивается в разы. Находиться здесь можно в течение шести месяцев. Чаще всего о бездомных сообщают неравнодушные граждане. Социальный работник выезжает, смотрит, что за человек, какая проблема. Обязательно забираем его, привозим на наше отделение. Здесь мы моем его, приводим в порядок, выдаем одежду. Нам очень помогают благотворительные магазины. Представители бизнеса дают какие-то различные... То, во что можно одеть человека. Выдаем продуктовый набор на первое время. Помимо проживания и необходимых вещей, учреждение предоставляет человеку временную прописку. Сотрудники помогают восстановить документы. Дальше, в общем-то, стараемся нормализовать его жизнь. То есть, начинаем выяснять ситуацию, делаем план, с чего начать, куда идти, чтобы дойти до завершающей точки. Очень часто люди не справляются с этой ситуацией за полгода, поэтому мы по мере необходимости продлеваем срок проживания в нашем учреждении. Главная задача отделения социальной адаптации – это вернуть человека к нормальной жизни. Зачастую приходится заново прививать людям бытовые навыки. А дальше восстановить здоровье, помочь найти работу. В этом году уже четыре выпускника Центра адаптации приобрели жилье, нашли себя в профессии и теперь живут обычной для многих людей жизнью. Алена Колчина, Сергей Павлов, Новости.